Добрый день, меня зовут Владимир, фамилия моя Горбанёв, я профессиональный географ, кончал географический в Культет МГУ, но сейчас работаю в Институте Мировой Экономики и Международных Отношений. Ну и поскольку я преподаю географию, география естественно интересуется географическими объектами, поэтому я давно мечтал и хотел посетить этот заповедник, посмотреть животных, посмотреть их жизнь и все такое. Ну и вот такая возможность представилась, за что я очень благодарен компании. Мне хотелось посмотреть животных самых разных, и знаменитую большую пятерку Big Five, как говорят, и копытных животных, и бородавочники, и жирафы, и многие-многие другие, и в общем-то мои надежды оправдались. Действительно всех животных я смел посмотреть, это очень приятно и очень было интересно. Ну и помимо животных, помимо самой саванны, конечно, очень интересно было посетить деревню коренных жителей Масаев. Это было очень любопытно, потому что Масаи живут на совершенно примитивном уровне жизни, они не зарегистрированы, нет паспортов, они не платят никаких налогов, живут своей общиной и занимаются скотоводством. Огонь разжигают трением дерева об дерево, ну я думаю, что у них уже есть наверно такие спички, но тем не менее дерево об дерево они нам показали, как они делают огонь. В общем, живут, конечно, очень примитивно, и было очень интересно послушать их историю Масаев, как они живут, как они развиваются. Это был тоже интересный момент нашей экскурсии. Они говорили по-английски, да, вот, и мы даже с ними и танцевали вместе, они нам дали такую местную одежду, мы с ними танцевали, даже пели песни, в общем, общались с ними очень так тесно. Я с самого начала долго думал, как мне лучше сделать, или саму поехать заказать отель, заказать машины и так далее, гида, или же поехать с компанией. Но все-таки я решил с компанией, потому что, ну, по опыту обычно я уже знаю, если еду первый раз, все-таки лучше ехать с компанией. А если есть второй-третий, когда все уже знаешь, что и как, уже можно ехать самому. Поэтому я решил все-таки поехать первый раз вот с компанией, и я почувствовал, что это было правильно. Тем более у нас был русскоязычный гид, я специально сделал, потому что английский язык, конечно, хорошо, но все-таки понимаешь не все, а когда русскоязычный гид, это намного приятнее. Пожалуй, одна у нас была такая ситуация, ну, не то, что она неприятная, такая неожиданная. Уже в самом конце, когда мы уже приехали из поездки, вдруг у нас было питание днем, и нам, как с Настей, и с компанией сказали, что у вас обед оплачен. Мы пообедали, все замечательно, к нам подходит официант, говорит, давайте платите. Как платить? Вроде бы мы не должны платить. Нет, должны, у вас кончилось все уже утром. Завтрак у вас был, и все. Ну, чтобы, как говорится, не ругаться, мы, конечно, заплатили эти деньги. Но тут мы, конечно, тоже связались с компанией. Ну, и вот Настя сказал, ничего страшного, приезжайте, мы вам в Москве деньги вернем. Это просто какая-то вот техническая недоговоренность была. Ну, и действительно, мы приехали в Москву, и очень быстро нам в той же валюте компания деньги вернула. Боязнь мне никакой не было относительно поездки в Африку, потому что в Африке, в общем-то, я бывал, правда, в других местах. И, насколько я знаю, Танзания довольно-таки спокойная страна, поэтому я поехал абсолютно спокойно, никаких прививок не делал, и мои надежды оправдались полностью. Действительно, очень спокойная страна, очень комфортная страна, с очень добрыми, приятными людьми, с которыми приятно общаться. Так что я получил огромное удовольствие, и никаких опасностей, как некоторые боятся ехать в Африку, как известные слова, не ходите, дети, в Африку гулять. Здесь к этому не относятся. Здесь очень комфортно и очень хорошо.